День неизвестного солдата – памятная дата относительно новая для России. Она была учреждена 7 лет назад. В этот день, в 1966 году, во знаменовании 25-й годовщины разгрома фашистов под Москвой, у стен столичного Кремля был торжественно предан земле прах солдата, чье имя не удалось установить. В Анапе тоже есть могила неизвестного солдата. Сегодня там прошла памятная акция. Цветы к мемориалу на Старом кладбище возложили представители мэрии Анапы, депутатского корпуса, ветеранских, молодежных и поисковых организаций. Свежие гвоздики появились и на могиле неизвестного солдата. Для всей Кубани, для нашей Анапы сегодня очень важная дата. Мы благодарные потомки помним каждого солдата, которые погибли, защищая нашу Родину, создавая возможность жить в дальнейшем целым поколением благодарных анапчан, благодарных россиян. Сегодня во всей Анапе вспоминают солдат, известных и неизвестных, которые нам сохранили будущее нашей страны, освободили нас от фашизма. Это наш долг перед нашими дедами, отцами, кто воевал, делал так, чтобы сейчас мирное небо над головой было. И наш долг передавать из поколения в поколение тот подвиг, который они совершили. Я скажу так, правильные слова были сказаны. Никто не забыт, ничто не забыто. Вспоминая в этот день, чтим героев, защитников нашего Отечества, павших и в других войнах, не говорим про локальные конфликты, а более ранние, которые были. Это может быть и Первая мировая война, это может быть и Турецкая война, так как мы находимся на земле, где происходила война, русско-турецкая война. Значимое мероприятие именно с исторического контекста. Мы должны помнить тех героев, даже если они и безымянные. Подобные акции сегодня также прошли. Во всех сельских округах Анапы есть могилы неизвестных солдат. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион.